Хотите узнать сколько морозов вчера было? От 20-30 градусов ниже нуля, а? Нормально? Круто, да? Почему мы сегодня в минус 15 ставим свои? Да потому что мы работаем пока вы отдыхаете. То есть вариантов несколько. Во-первых, вы втираете за свои услуги столько, сколько нормальный человек не в состоянии проплатить. Раз. Раз. В то, что вы делаете, моржа затекает весьма великая. И когда можно строить, вы этого не делаете. Два. Да и смысла работать с вами я не вижу. Это три. Перестройка работает круто и правильно. Постоянно. Ясно вам? Чуть мороз отпустил, и мы, пробив заморозок, вворачиваем свои в любое место. В любое. Глубина наших свай это 2 метра. Именно настолько мы их и вворачиваем. И это не ваш ленточный фундамент. Кроме всего, дом будет стоять потому, что изнутри он работает с воздухом. Или вы, наверное, забыли, как стоят и долго все, что находится в тундре. Толстые сваи. И вот вам правило. На вашу жизнь этого строения хватит с лихвой. Я сюда приехал примерно неделю назад. Морозы стояли, 25 градусов. Электричество мы подключали. Сейчас морозики немножко так подутихли. На улице 10 градусов. Казалось бы, идеальная составляющая для чего? Что мы сегодня сделали? Мы сделали сегодня Алексею свайный фундамент на винтовых сваях. Вообще, вот о сваях, об этих спорят. Ну, вроде как, их начали применять лет 150 назад. Но это касается только винтовых свай. На самом деле, сваи используются очень-очень давно. Именно, скажем, Санкт-Петербург и Венеция. Самые известные объекты, построенные на сваях из сибирской лиственницы. И в тех условиях, в которых строились эти города, никакая другая конструкция не помогла бы. Но возьмем классическую русскую избу. Она на чем стояла? На пятках. Что из себя представляли пятки? Если это было опирание на твердый грунт, то это были 4 камня. Если же грунт был рыхлый, то из той же самой лиственницы, если была такая возможность, если в этой полосе росла лиственница. Если не лиственница, то дуб или граб закапывали камлевую часть в землю. Точно так же это были именно сваи. Пятки русской избы это были сваи. Для легких сооружений это оптимальный вид фундамента. Почему? Он поднимает это сооружение над землей. Позволяет дышать зданию. Оно никогда не будет сырым и вредным для здоровья. То, что бывает зачастую в домах на бетонных фундаментах. Но все знают о капиллярных явлениях. Бетон просто сосет влагу из земли и поднимает ее наверх. За счет микрокапилляров, которые пронизывают тело бетона. Как бы его не отвибрировали. Свайный фундамент лишен этого недостатка. Погодите, маленькая проблема возникает у нас. За сколько? А зимой построить бетонный фундамент, вы даже не представляете себе. Это греть опалубку, это пропускать электрический ток по специальным проводам внутри самого бетона. Это укрывать, это ждать набора прочности. Это огромные затраты. Не говоря о том, что фундамент бетонный потребовал бы обратной отсыпки, скалой, например, чтобы выровнять вровень с грунтом ростверк. И многих-многих других мероприятий, которые зимой не сделаешь. Ввиду того, что погода, которую мы выхватили сегодня, она редкость. Вот недавно был мороз до минус 25, а то и до 30 градусов ночами. Только потеплело, мы приехали и сделали. Причем вот этот фундамент, это второй за этот день. Мы поймали погоду, мы взяли технику на день и сделали два фундамента, два. Встанут два небольших домика, грубо говоря, там 3 на 6 и 4 на 6. Но они встанут, сегодня к вечеру вот этот фундамент будет готов к эксплуатации. Тут, собственно, два варианта. Сколько вам сиего дома хватит? То есть давайте определимся. Странные люди думают, что дома из клееного броса простоят 150 лет. Вернувшись к нашим событиям, вам нужны дома с продолжительностью жизни-то гораздо меньше. Смысл? Не каждый человек проживет здесь 150 лет. Ну да не смешите меня. 50 лет и этого хватит. Вы часто заходили в дома от 35 лет? Ну зайдите. Поверьте, я очень люблю пенсионеров, потому что сам таким и являюсь. Но я пока молодой, а затем жилище впитывает запах. Мало того, плесень. Жилье на сваях от этого защищено. Мало того, ну если я не знаю и, возможно, сваи от вашего старания прогнили, то тут же рядышком, прямо рядышком ворачиваем новые, чуть глубже. Про домкраты вы знаете? Ну если нет, то смотрите Discovery или National Geographic. Так, плавненько поднимаем дом и ставим на новые сваи ценой в копейки. Нормально? А о том? К слову, о том, как зимой защитить сваи от внутреннего запотевания. Мы хотели бы наполнить наши сваи цементов и бетоном. Так часто и случается, да? Сейчас немножко холодовато, да? Да, в теплую погоду мы бы просто приготовили раствор и залили бы бетоном. Сейчас, при этих условиях, достаточно будет заполнить цементно-песчаной смесью. Вот. Чуть-чуть добавляем снежка, чтобы потом, когда все будет таять, наш раствор набрал необходимую прочность. В любом случае, он послужит своей главной целью, чтобы труба изнутри не ржавела от конденсата. Вот эта песчано-цементная смесь, она гигроскопична. Она будет усваивать, впитывать всю влагу и усваивать ее, превращая нашу смесь в полноценный раствор. Так, к слову о том, что люди не понимают, да? Почему зимой вы не можете... Да все это делается, господа. Главное, чтобы голова-то у вас была. Уважаемые вы наши. Да, конечно. Конечно, если бы мы строили фундамент под двухэтажное здание, более тяжело нагруженное, мы бы купили нитрит натрия, добавили в эту смесь и заливали бы все-таки уже раствор. Пусть сразу будет прочность, да? Ну, поскольку здесь станет очень легкое здание, каркасное из СИП-панелей, вот, то прочность уже имеющихся труб обеспечивает нам все нужные свойства для фундамента. Он понесет эту нагрузку. Давайте все-таки определимся. Фундамент – это хорошо. Чем вы еще занимаетесь в тот момент, когда люди сидят и думают, что когда-то, только летом, будет замечательное строительство? Ну, во-первых, зимой спокойно можно строить каркасные здания. То есть дерево с ним хоть летом работай, хоть зимой работай. Мы это можем делать и делаем. Перепланировки в квартирах – это тоже мы можем делать хоть зимой, хоть летом, независимо от погоды. Заказывайте проект, утверждайте его в городской администрации, и мы всегда рады прийти вам на помощь. То есть мы будем говорить, что, господа, это может быть у вас в голове что-то сложности, а у нас никаких сложностей нет. Мы продолжаем работать. Нам без разницы. Утро, вечер, день, ночь, зима, весна, лето, осень. Без разницы. Так точно. Что такое? Да, не бывает длительного евроремонта. Невозможно бесконечно и в идеале жить. Кроме всего, все, все мы смертные. Нам, тебе и мне нужен дом. Поверьте, на ТВ много не живут. Да и вообще из всех мужиков только 25% перебирают в возрасте в 50 лет. А на пенсии живут от 15%. Вам это нужно? Мне нет. Осталось 15 лет удовольствия. А с моей болезнью я могу отчалить хоть завтра. Я хочу жить без косяков и в комфорте. Хотите так же? Вы живите для себя, а дети сделают свой выбор. Поэтому смотрите мою передачу и выбирайте то, что стоит недорого. И катайтесь за рубеж. Время пока есть. Ну а что вы хотите, господа? Я так же работаю. Я так же смотрю и так же вижу результат. Эти люди, это строительная артель, перестройка работы. В тот самый момент, когда вы думаете, что зима и это время не для вас. По сути событий, если люди начинают строительство, если люди ездят на машине, то все это и есть ваша работа. Не надо мне проезжать по ушам. Вы посмотрите, сколько машин бьется. И это и есть ваша работа. Господа мои, работайте грамотно с нами, с телевидением. И тогда у вас все будет нормально, грамотно и ровно. И это будет ваш лучший результат.